Дорогие друзья, сегодня мы открываем вечернюю школу рабочей и учащихся молодежи. Это школа международная, подготовлена она Государственной Третьяковской галереей, Центром немецкой книги в Москве, представительством франкфуртской книжной ярмарки и посольством Израиля. Школа проводится при поддержке компании «Северсталь». Состоит она из лекционной и практической части. Следите, пожалуйста, за рекламой. Лекционная часть очень большая, практически невероятно интересная. Шлите заявки для участия в практической части. Спасибо большое. И наша трансляция открывает лекция Сергея Фафанова, одного из ведущих сотрудников Государственной Третьяковской галереи, посвященная первым декадам советского искусства и экспрессионизму. Спасибо. 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 Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Фафанов. Я очень рад, что сегодняшний вечер нам предстоит провести вместе. Я рад, что много людей, как мы видим, присоединяются к нашей трансляции. Сегодня у нас очень серьезная и трудная тема. Тема про истоки экспрессионизма и особое влияние взаимоотношения экспрессионизма в нашей стране, с нашей страной, с нашими художниками. Тема очень сложная. Я долго готовился к этому разговору. Хочу сразу предупредить, что все лекции, которые мы читаем в прямом эфире для вас, это авторские лекции. Поэтому, конечно, имеют какую-то авторскую трактовку и коннотацию. Может быть, кого-то это не устраивает. Но, тем не менее, я хочу уверить вас, что мы готовились с большим энтузиазмом, интересом к нашему разговору, к нашим разговорам, которые еще предстоят впереди. Призываю вас всех слушать и другие трансляции, смотреть другие трансляции. Сегодня буду ждать ваших вопросов. Присылайте во всех мессенджерах, которые доступны. И потом мои коллеги, после того, как я закончу рассказывать про экспрессионизм, принесут мне список вопросов. И мы пообщаемся уже, и я буду отвечать на вопросы. Ну что ж, приступим. Я думаю, что вы все прекрасно видите заголовок нашего слайда. Это наш заглавный слайд. Это фотографии четырех мужчин, совершенно странным образом склеенных между собой. Почему они вместе? Кто это такие? Ну, я думаю, что не составит труда никому из вас сразу же узнать иконографические и узнаваемые эти портреты. Это, кстати, все иностранцы, но такие родные нам люди. Это Чарльз Дарвин, Альберт Эйнштейн, Карл Маркс и Зигмунд Фрейд. Что объединяет этих людей? Практически ничего, кроме того, что они были современниками. Что еще объединяет этих людей? Ну, в принципе, я должен раскрыть карты. Я эту картинку нашел в интернете. То есть этот калаш, он уже был в интернете. И выпал он мне как раз на запрос экспрессионизм, когда я по-немецки искал возможные трактовки этого слова. Почему кто-то, неведомый мне автор, собрал эти фамилии вместе? И почему эти четыре человека? Ну, должно сразу оговориться, что список, конечно, фотографий или люди, которые представлены фотографией, это довольно неполный список, скажем так, людей, которые повлияли на формирование экспрессионизма или мышления экспрессионизма. Потому что мы не говорим о художественном стиле экспрессионизма. И мы не говорим о каком-то законченном проекте экспрессионизма. Экспрессионизм — это феномен, который охватил всю культуру и цивилизацию европейских, и не только европейских стран на рубеже XIX-XX века. Отголоски экспрессионизма присутствуют и в современном искусстве. И часто мы можем сказать, что произведения современного искусства пытаются импульсом еще экспрессионизма начала XX века. Давайте пройдемся по списку, который я подготовил для вас. Ну, Чарльз Дарвин, я расставил это все в хронологическом порядке, то есть по дате рождения наших героев мы видим, что, в общем-то, это все практически укладывается в рамки XIX века и перешагивает в рамки XX века. Чарльз Дарвин, Сирен Киркегор, Карл Маркс, Федор Достоевский, Фридрих Ницше, Зигмунд Фрейд, Вильгельм Рентген, Макс Планк, Рудольф Штайнер, Альберт Эйнштейн и Отто Ваннингер. Что сделали эти люди? Каждый из них произвел микро- а, может быть, наоборот, даже макро-революцию в своей области. Ну, понятно, что про Дарвина особо ничему объяснять не нужно. Это эволюционистская теория, которая, в общем-то, ставила под сомнение библейскую трактовку происхождение жизни на Земле. Сирен Киркегор, один из отцов-основателей, датский философ и писатель, один из отцов-основателей психологии, экзистальной психологии, человек, который заглянул внутрь себя и рассказал об этом всему миру, рассказал в очень зубодробительной манере, книжке «Или-или» и другие его замечательные произведения. Карл Маркс. Ну, нужно снять с себя очки, снять клише о коммунизме, о красных знаменах и о том, что Карл Маркс превратился в какой-то уже аттракцион. Нет, на самом деле, если мы глазами современника попробуем прочитать «Капитал» или даже манифест коммунистической партии, опубликованный в 1848-1949 году в Лондоне, глазами современников – это радикальнейшая революция сознания, где Маркс объясняет подоплеку существование нынешнего буржуазного общества и впервые говорит о неэтичном и неморальном природе. всей структуры и иерархии этого общества построены на эксплуатации человека человеком. Ну, я сейчас, конечно, очень все обобщаю, но, тем не менее, попробовать надеть на себя очки современника и взглянуть на текст Маркса глазами обывателя XIX века позволит понять, в чем был тот радикальный переворот. Ну, Федор Михайлович Жестоевский, я надеюсь, нашей прекрасной аудитории не нужно объяснять, какой вклад в мировую культуру внес наш классик Фридрих Ницше, бунтарь философии, провозгласивший «Бог есть что», сначала говоривший о дионисийском начале культуры, дионисийской культуры, которая предстоит о полоэтнической культуре, сверхчеловек, приписывание Ницше каких-то влияний на идеологию насосоциализма достаточно спорное, мы сейчас тоже не будем в это углубляться. Зигмунд Фрейд, я надеюсь, тот человек, о котором не стоит сейчас долго распространяться, это психоанализ, это как бы сверх выверенное эмпирическое знание о человеке, то есть Фрейд, как рациональный врач, мыслитель, хочет добиться первопричины наших проблем, и он, как абсолютный эмпирик, пытается рационализировать и объяснить, в чем наши комплексы, то есть он пытается залезть туда, в подсознание, чтобы там этот механизм понять, построить и вылечить. В общем-то, Фрейд допустил ошибку, залезая в подсознание, он не знал, что он там утонет, и в итоге, конечно, это был абрактный эффект. Рентген. Неожиданное, кажется, имя, то есть мы знаем лучшие рентгена, все ходим к стоматологу, переломы рук и так далее, для нас это рутина, для нас это просто медицинский кабинет, и, не знаю, в лучшем случае, музыка на костях. Но для современников, если посмотреть прессу того времени, я всех призываю, если кто-то вообще интересуется историей, и историей искусства, если что-то непонятное или что-то хочется наоборот лучше проанализировать, смотрите журналы и газеты того времени, современности. И вы увидите, что открытие рентгена произвело колоссальный фурор в мировой общественности, потому что люди поверили, что все, теперь начнут смотреть сквозь, что эти лучи, это волшебные лучи, которые сделают людей лучше, всякие эвгенистические теории, связанные с лучами рентгена, были также популярны. Ну, собственно, классическое произведение «Роковые яйца Булгакова» это вот практический эффект луча рентгена, когда этот луч профессора Персикова вдруг повышает там кладку яиц, и размеры яиц, и у кур, и так далее, Макс Планк, немецкий физик, квантовая теория, это такие дебри высшей физики, которые, в общем-то, нам всем, кто с физикой не взаимодействует, вообще никогда не понять. Рудольф Штайнер, немецкий философ, немецкий мыслитель, писатель, основатель антропософии, такой абсолютный мистик, наследник мистического, каббалистического знания немецких алхимиков, немецких теологов Средневековья, Альберт Эйнштейн и его теории относительности, и Отто Вайнингер, может быть, не всем известен, это австрийский тоже мыслитель, молодой человек, который написал скандальную книгу для своего времени, переведена она была абсолютно на все языки мировые, «Пол и характер», который рассуждал о гендере мужском и женском, о различии и, опять же, о разных способах воздействия на подсознание женского и мужского. Собственно, вот эти люди, это, наверное, тоже неполный перечень важных революционеров, важных преобразователей европейской цивилизации, мировой цивилизации, рубежа 19-20 века, почему их открытия, почему их теории имеют значение, почему они обладали этим эффектом взрывоопасным для общества. Вопрос очень, ответ очень простой. Если в начале 19-го века, 18-го века вся наука, все знания были привилегированы областью, это были кабинетные ученые фаустианского типа, которые между собой по университетским каким-то там сообществам пересекались, то массовое знание, массовое распространение книг, популярных брошюр, дешевых, как раз во второй половине 19-го века привело к тому, что открылся доступ к новейшим теориям и открытиям. То есть Чарльз Дарвин не был только в узком кружке своих там каких-то коллег и последователей. Теория Дарвина входит в широкие массы. И так происходит с каждым из них. И мы знаем, что как был популярен Маркс, например, в России в конце 19-го века, и это, в общем, привело в итоге к революционным событиям начала 20-го века. То есть впервые в истории широкие народные массы получили доступ к информации, которую раньше они не получали. То есть люди читали теорию Эйнштейна, конечно, в популярных брошюрах, это было такое специальное изложение, но тем не менее каждый имел доступ к этому, каждый понимал это по-своему. И, в общем-то, честно говоря, это наводило на соответствующее размышление, а часто просто и пугало людей, потому что их выбивали из их привычного ритма жизни. Закончим с теоретической подоплекой экспрессионизма, перейдем к художественным истокам стиля. Опять же, небольшой список я вам подготовил. Давайте быстро пробежимся по этому списку. Он не претендует на какую-то полноту, но это такие важные рапидные точки, на которые сейчас надо обратить внимание. Народные промыслы, то есть интерес к национальному творчеству, к каким-то традициям, африканская пластика и вообще не только африканская, но и всех других неевропейских народов. Стиль готики, стиль северного возрождения. Художник, открытый во второй половине, практически в конце XIX века, заново открытый художник Эль Грека. Немецкий романтизм, все, что с ним связано, открывается для европейского обывателя, для европейского любителя искусства только с знаменитой Берлинской выставки 1910 года, когда вдруг выясняется, что самым главным вкладом немецкого живописи были не исторические большие полотна или парады, парадные портреты императоров или парады военных на плацах, а именно немецкие романтики. Ну, конечно, импрессионизм, из Бельгии, Эдвард Мунг из Норвегии и Паула Модерзенбекер из Германии. Мы видим, что в основном это тоже все в Северной Европе. Ну, давайте посмотрим визуальный ряд. Африканская пластика. В общем, до начала XX века считалось, что это просто какие-то работы, ну, это просто предметы культа с колониальной точки зрения недоразвитых каких-то цивилизаций. И, в общем-то, это такие смешные или странные кунстштюки для кунсткамеры, для какого-то кабинетного собрания, как примера экзотического искусства. И только в начале XX века происходит осознание художественной, культурной ценности их как произведения искусства. И параллельно в Германии и в России, надо сказать, выходят труды Карл Винштейна в Германии «Negaplastik von Karl Einstein». То есть это книга, делающая анализ или ставящаяся задачу художественного анализа африканских ритуальных масок и африканской пластики и замечательно совершенно русский художник, исследователь латвийского происхождения Владимир Марков или Вальдемар Матвей, Матвейс, как его еще называют, который пишет книжку «Искусство негров». Также он пишет книжку «Искусство острова Пасхи» и «Фактура», которая тоже задается вопросом о ценности африканской пластики как художных объектов, как произведений искусства, а не как предметов культа. Именно он советовал Щукину, например, покупать для своей коллекции африканскую пластику. Вот прекрасные книжки. Готика была увидена заново с начала Гёте, который открыл ее в Страсбурге знаменитый текст Гёте, когда его пелена спала с глаз, когда он встал перед Страсбургскими соборами и понял, что не только есть античность, классика, и фронтоны с колоннами, а что сугубо немецкое или центральноевропейское искусство, средневековое европейское искусство готики, это грандиозное совершенно произведение искусства. И вот начиная с Гёте идет популяризация, растет интерес к наследию, идут жуткие споры между Францией и Германией, какая страна является родоначальником готического стиля. Я показываю вам знаменитые скульптуры неразумных дев из одного немецкого собора. Видите, насколько экспрессивны эти дамы, это не какие-то прекрасные античные богини, это живые женщины с живыми эмоциями, страдающими, потому что это неразумные девы. Отсылаю вас к Библии, если кто-то не знаком с сюжетом там все разъяснено. Ну и идет переоткрытие классики или идет переоткрытие наследия. Как раз в конце 19 века как подобно Гете, увидевшего готику, раскрывшего на готику глаза, исследователи, любители искусства, путешественники, образованные европейцы вдруг сталкиваются буквально лбом с вот этим выдающимся произведением искусства, изенгеймским алтарем, никому неизвестному до этого автора, современника Дюрера Матиас Готхарт Нитхарт, Грюневальд и в общем-то на какое-то время Грюневальд становится главным немецким художником и выразительно истина немецкого духа. Видите, какой страшный алтарь, какое страшное распятие, потому что физическая боль Христа она здесь прямо визуально передана вот до каких-то невероятных пределов. Ну и возвращаемся к готике, пламенеющей готике, поздней готике, вот эта архитектура изломанных парящих форм, невероятной динамики, невероятной энергетики. Это все очень ценится как раз в это время. знаменитый образ Христа Гальбейна-младшего, который так поразил Достоевского во время его европейского путешествия. И Достоевский сказал, что только европейцы могут настолько физически, визуально представить себе мертвое тело Христа, и что русскому человеку это не должно быть дано, потому что нельзя изображать Господа Бога в таком состоянии. Он был просто шокирован увиденным. Представьте, это Достоевский увидел, а кто другие люди, его современники в России, не только в России, как они могли реагировать на эту вещь. Дюрер. Здесь для нас важна именно техника ксилографии, то есть печать с древянной доски. Она становится очень популярной у экспрессионистов и вот тот мастер, о котором мы уже говорили, Матиас, о, извините, Эль Греко, испанский художник греческого происхождения, открытый тоже европейскими путешественниками во время их поездок в Испанию, они вдруг увидели то, что никогда не видели, то есть мы теперь думаем, Эль Греко один из толпов классического искусства, а на самом деле до конца 19 века никто не знал, кто такой Эль Греко. и он тоже сыграл роль в развитии нового художественного языка. Немецкие романтики, я уже упомянул, что романтики творили в начале 19 века, в первые, третье 19 века, Каспар Давид Фридрих, его знаменитая картина, и Филипп Отто Рунге, и тоже не менее знаменитая картина. Это утро из цикла «Четыре времени суток», новое программное произведение, Рунге, который пытался разработать новую иконографию вне религиозной или новой духовной практики. То есть на самом деле это божественное провидение, утро как возрождение жизни после ночи, растущие из глубины почвы, вот эти корни, которые мы видим по бокам. То есть это такая очень сложная, символическая, блематическая схема, представляющая собой новый тип религиозного сознания. И Рунге еще принадлежит заслуга в том, что он впервые представил образ ребенка, или скорее даже детский мир, как нечто обособленное. Не просто ребенок как маленький взрослый, а то, что ребенок носитель какого-то другого, может быть неиспорченного мира, духовного мира. И вот эта знаменитая картина «Дети Хюльзенбек», когда эти дети нас пугают своими взглядами, потому что это не мы, это какие-то инопланетяне, мы не знаем, мы не можем к ним приблизиться, потому что ребенок живет сугубо в своем пространстве измерений, куда взрослым на самом деле доступ закрыт, и мы никогда не поймем ребенка, если снова не станем ребенком, если мы не являемся ребенком. Это очень интересная трактовка, но мы сейчас не будем углубляться. Фердинанд Ходлер, швейцарский художник, скажем так, можно его трактовать как предтечь, или как одного представителя символизма, или модерна, как угодно, но в данном случае я показываю вам живописную композицию под названием «Мужчина и смерть», и вот мы видим эмоционально выраженную эмоцию страха смерти, согбенная фигура на обнаженном мужском теле, его согнутые руки, страх, написанный в лице, никто тогда этого не изображал эмоции. И Ходлер также сделал потрясающий цикл, пугающий своим замыслом, когда он узнал о смертельной болезни своей жены, он, чтобы справиться с этим переживанием, с осознанием утраты любимого человека, стал фиксировать день за днем ее уход, когда она лежала в кровати, и создал гигантскую серию набросков живописных композиций, где постепенно менялся ее облик, я показываю только три образа, и когда она ушла, ему не осталось ничего, как нарисовать просто пейзаж, который был за окном ее кровати, просто ровная линия горизонта и озеро Швейцарских Альп, который был виден из окна, и таким образом ее дух перешел в природу. То есть он физически, художественным актом проводил ее в другой мир, и вот этот очень сильно по своей национальной заряженности цикл произвел, конечно, на современников колоссальное произведение. Джеймс Энсер из Бельгии, странный мастер, создающий такие удивительные композиции, фантасмагории, которые тоже нашли отклик у современников. То есть это все еще как бы не экспрессионизм, но с другой стороны, это экспрессионизм доэкспрессионизма. Ну и, безусловно, конечно, Эдвард Мунк. Недавно в прошлом году вы могли увидеть потрясающую ретроспективу работы Ритьковской галереи, действительно уникальную по своей полноте, в том числе с первой версии Крика, и вот я как раз демонстрирую сейчас вам одну из версий его знаменитой картины. Крик, что изображено? Вот каждый будет спрашивать, что изображено на этой картине какой-то там монстр зеленого цвета, что-то там орет, но у Мунка есть потрясающее объяснение. Собственно, эта картина написана по вспышке, по какой-то эмоции, и он описывает свое состояние в письме матери. Он говорит, я шел по мосту через реку, и вдруг на меня сошло, ну я не цитирую, я пытаюсь пересказать, а на меня сошло вот это ощущение вселенского ужаса, и я понял, что я не могу сделать следующий шаг, и вот этот ужас, отчаяние, боль, страх, которые меня переполнили, я должен был как-то вынести из себя, выплеснуть, и вот эта работа она как раз такая терапевтическая, то есть я вот все, что на меня вдруг каким-то озарением пришло, весь ужас творящегося вокруг, вселенской катастрофы, она запечатлена здесь, то есть это выход. Ну, Ван Гог, как картина из коллекции Щукина, которая, увы, потом была продана, еще один пример из живописных работ Ван Гога, и Паула Модрозенбекер, немецкая художница, не очень хорошо известная у нас, ну, понятно почему, потому что в основном ее произведение хранятся как раз в Германии, художница, практически самоучка, которая жила и работала в колонии художников в Ворпсвейде, в маленьком деревушке под Бременом, это что-то типа нашего аналога Абрамцева, там колония художников сознательно отошли, ушли из города и решили жить своей вольной жизнью, и на самом деле ее муж Отто Модрозен или Генрих Фогель были лидерами, и вдруг практически самоучка женщина Паула Модрозенбекер создает совершенно потрясающее по своей выразительности произведение, это практически всегда речь о теме материнства, о ней, о ее детях, к сожалению, она очень рано умерла и только сейчас ее по-настоящему начинают изучать и оценивать как одного из важнейших художников начала XX века. Экспрессионизм всегда связывают с Германией, первое, что приходит по ассоциации у нас в голову, это экспрессионизм равно Германия. Экспрессионизм пришел из Германии. В пику импрессионизма из Франции есть какой-то экспрессионизм из Германии. Что же такое экспрессионизм в Германии? Ну вот еще раз, когда появляется экспрессионизм как экспрессионизм? Когда мы можем поставить точку отчета феномен экспрессионизма зафиксирован в искусстве и озвучен? очень простая дата 1905 год легко запомнить потому что первая революция в россии и в общем то очень много интересных художественных как раз откликов на революционные события 905 год также уникален тем что параллельно практически во франции в германии происходит перелом на сложившегося стиля импрессионизм уже долго как перестал быть ультра современным лишь требуется чего-то нового и в салоне независимых 905 году во франции выступает группа диких представители этой группы кес ван донген антре трен анри матис и так далее так далее так далее но в 905 году практически параллельно в достаточно ну достаточно провинциальном городе в дрездене происходит первая выставка и как бы позиционирование нового художественного объединения мост дебрюкэ несколько молодых художников выпускников дрезденской академии объединяются вот мы видим как раз на слайде вот эта ксилография текста манифеста моста я сейчас его зачитывать переводить не буду нас слишком мало на это времени ну просто поскольку я ведь апеллирую графиками пишу вам даты примерной хронологии существования этого объединения 905-1913 год город трезден и самые важные представители объединения эрнст-людвик кирхнер от мюллер макс пештейн карл шмидт ротлов эрик хеккель фриц плейли эмиль ноль да даже на этом слайде мы видим изображение девушки на афиши кунцлер кг брюки кинцлер группе брюки то есть художественной группы мост выставка в галерее это рекламный плакат и очень резкие ломаные линии грубо исполнены это как раз будет страсть к примитиву изучение африканской пластики или изучение какого-то народного творчества вот тоже программное произведение портрет четырех основателей как у четырех художников основателей группы как раз отта мюллера макс пештейн и шмидт ротлов и кирхнер ну зайдем в гости в дом кирхнера мы видим что вот это что его очень интересует какая-то экзотическая тема антураж то есть он живет в германии но при этом он живет в каком-то как будто бы шатре искусственно созданным все скульптуры представлены здесь в том числе и вышитой скатерти сделаны им самим или по его эскизом то есть он придумывает свой художественный мир это автопортреты кирхнера и вообще для экспрессионизма очень важно важен жанр автопортрета потому что это не автопортрет как реклама как вывеска техники художника его мастерства а это автопортрет внутреннего образа художников это принципиальная разница и это не автопортрет допустим импрессионисты который передает эмоцию от своей внешности от своего ощущения прямо сейчас экспрессионизм это эмоции идущие изнутри то есть это внутренний портрет внутреннего бытования человека поэтому кирхне всегда изображать себя в общем-то и не похожим но именно таким каким он представляет себя на данный момент с точки зрения жизни своей души для них также важна тема природы и единство человека и природы человеческого духа и природы я сейчас не очень знаю что у вас справа или слева наверное зеркально да но вот там где девушка стоит в озере одна это знаменитая картина река хеккеля лизинда так то есть стеклянный хрустальный день звенящие пустоты который говорит о абсолютном единстве когда ты под своем первородном виде стоишь один на один с мирозданием с миром и видишь просторы гор воду деревья ветер ты сливаешься с этим миром и ты перестаешь просто быть телом человека перестаю уходишь от какой-то бытовой реальности ты становишься частью мироздания вот это вот связь природы очень важно для экспрессионистов но еще пару примеров автопортретов шми тротлов эрик хеккель видите в общем то не хотелось бы таких людей вживую постричать на улице эмиль 0 до его религиозные поиски композиции знаменитая ксилография черно-белый пророк чуть попозже в мюнхене параллельно в германии появляется другая художественная группа которая в одиннадцатом двенадцатом году издает свой альманах синий всадник но я думаю все слышали об этой группе тем паче что как мы видим по списку как минимум трое представителей группы были выходцами из россии вопрос о василий кандинском до сих пор будоражит как отечественных так и западных исследователей русский художник немецкий художник французский художник или вообще просто мировой художник василий кандинский один из отцов-основателей вот как раз здесь у нас все художники группы синий всадник с кандинский сидит на ведре франц марк август маке пойдем дальше ну и примеры работ для тех кто кому надо напомнить вот один просто из примеров абстрактных композиций кандинского акварелей ну и вообще нужно сказать что не утихает опять же спор среди исследователя уж не утихал среди художников кто впервые создал абстрактную не фигуративную композицию все это произошло около 10 13 года на первенство в том числе претендует кандинские эта композиция аугуста маки очень характерно и видно что он испытал влияние французов и франц марк талантливый тоже художник погибшие время на фронте первой мировой войны который сознательно отказался от изображения людей это изображение урбанистической культуры и всегда изображал только животных и природу потому что его интересовал как раз мир первозданного мир первозданной природы той самой настоящей жизни которая вечная жизнь который не опорочена цивилизации ничем и как раз из-за тех композиции ноут незадолго до своей смерти он в какой-то момент вот здесь еще угадываются фигуры животных лань лошади потом он вообще отказался даже изображение животных и это стали динамические композиции ну и у художник по сути дилетант который тоже был близок синему всаднику важнейший теоретик важнейшие композиторов начала 20 века арнольд шенберг который изобрел атональную музыку реформатор всей классической музыки вместе с кандинским разрабатываешь теорию связи музыки изобразительного искусства вот как раз два автопортрета арнольда шенберга альфред кубин показываем только один пример из его графики кому интересно в интернете можно найти все что угодно очень интересный парадоксальный график в том числе и писателя написавший вот роман манифест экспрессионизма и вот мы приходим к содержанию альманаха который был издан синий садник двенадцатом году и я специально вот таким светло-синим голубым цветом выделил авторов русских авторов которые писали вот альманах то есть это не сугубо немецкий это международный альманах где практически пополам а если даже не больше русских или произошедших из русских родившихся в россии художников мыслители которые писали в этот альманах писали в том числе русской музыки о скрябине и кандинский и бурлюк и давид бурлюк скандалист художник товарища орионова и гончарова по всем их проказам выставка слины хвост и мишень пишет для альманаха статью дикие россии то есть по аналогии с фавистами во франции по аналогии мы с этими дикими в германиями которых писал марк то есть что в россии тоже существует свой экспрессионизм об бурлюк как ну давайте посмотрим теперь на художественные примеры того как мог выглядеть экспрессионизм не только в германии но вообще в германоязычном странах потому что сейчас перед вами картина оскара кокушке где он изобразил себя и свою возлюбленную альму маллер фам фаталь которые были влюблены практически все гении начала двадцатого века жена густава маллера женщина в которой был влюблен гробиус женщина в которой был влюблен кокушка и у них был бурный роман и собственно когда альма маллер бросила кокушку он сказал что он напишет шедевр и этими шедевром стала вот эта картина размер холста равен размеру простыни с кровати из квартиры кокушки таким образом он как бы изображает их вдвоем в реальном существующем виде у него дома и эта любовь которая вечная поэтому это любовь к быть триста на и изольды любовь смертная здесь оскар кокушка это же альма маллер виде куклы людвиг майнер немецкий художник ни на кого не похожи хотя похожий давайте вспомним на секундочку вернемся к моей презентации мысленно когда я говорил об эль грека и действительно это не может не напомнить эль грека майнер вообще мастер вот таких апокалиптических видений конца света конца мироздания потому что конечно же любой переход от эпохи к эпохе от столетия к столетию сопровождался эсхатологическими настроениями то есть ожидание конца света и майнер предсказывает своими произведениями то что произойдет с европы в девятьсот четырнадцатом году начала первого мировой войны которая полностью изменит порядок жизни во всем мире и найдет собственно свои отголоски в том что будет потом вторая мировая война и потом то что жизнь в мире больше никогда не будет прежде эпоха девятнадцатого века закончится девятьсот четырнадцатом году классическая вообще жизнь нашли классическое представление то или классика уходит девятьсот четырнадцатом году большой девятнадцатый век закончился девятьсот четырнадцатом году макс бекман немецкий художник автопортрет карнавал перед карнавалом он в маске на автопортрете и тоже его лишь ключевое произведение нападение на семью то есть это всегда какие-то болезненные изломанные формы это не идиллические представления о жизни подсознание трущобы страх жизни ну об этом позже я думаю что все из вас слышали имя от и дикса дрезденский художник прошедший первую мировую войну в окопах здесь от и дикс представляет себя модным франтом таким дэнди который пришел на концерт и играет модный джаз танцуют все очень он очень модно одет у него в руках телефоны он позиционирует себя как человек нового столетия как человек будущее будущего нового мира но война все меняет и вот знаменитый триптих и мы в нем безусловно узнаем иконографию немецких готических триптиков и вот как раз распятие матиаса грюневальда который я сегодня вам уже показывал этот триптих не религиозный за триптих рассказывающих об ужасах первой мировой войны об окопной правде но в качестве композиции в качестве художественного языка дикс выбирает форму триптиха даже полиптиха потому что есть еще нижние пределы и здесь нету святых здесь нету образа мучения христа есть только солдаты человек становится тем самым страдающим существом человек умирающий в бессмысленные мясорубки войны этот вопрос который в дикс кидает швыряет нам в лицо зачем это все нужно георг роз принадлежащие к крылу берлинского дадаизма также один из толпов экспрессионизма и угроза уже как раз очень важные политические мотивы мы видим две композиции я вам показываю на одной из них вот обезличенный человек автомат на самом деле это как бы инвалид пришедший с войны может быть слеп он протезирован слепые окна заводов в которой спрятаны рабочие эти рабочие в общем-то поставлены в рабские супустые улицы страшный город перемалывающий людей ну и справа хозяева жизни магнаты фабриканты которые гонятся только за деньгами у них нет голов в общем-то это предчувствие фашизма это предчувствие катастрофы которые погрузятся в европа в двадцатом веке экспрессионизм россии ну я говорил что одним из источников вдохновения для художников экспрессионизма для их реформирование языка художественного языка были народные промыслы и недаром художники русского авангарда то с таким интересом относились к прикладному народному искусству и клубку и к вышивке и к пряничным доскам и к игрушкам и к списным прялкам это все собиралось то все изучалось это все выставлялось наравне с художественными произведениями на выставках как в россии так и за рубежом представляет как бы весь пласт русского художественного пластического языка а вот здесь рисунок и очень сложно датировать какого-то времени кто этот художник ну я думаю что кто хорошо знает историю русского искусства без труда сразу опознает в этом эскизе подготовительный рисунок николая ге и вот страстному циклу но посмотрите это в общем то вторая половина 19 века русский художник русский художника из большого стиля реалистической живописи один из столпов русской национальной художественной школы позволяет себе такой эксперимент который опережает время на просто на десятилетия вот этот цикл голгофа ге эскиз и распятие невероятные помощи композиции ни на что не похожи то что параллельно пишут художники других странах то есть ге который отходит друг от своего стиля от своего языка делает шаг в сторону и смотрит на христа глазами полное страдание он вживается в христа как бы подражание христу это очень важный момент в философии конца 19 века второй 19 века когда понять человеческую природу христа не только божественную не только благодать которую он несет с собой представить себе ту вторую часть человеческую его тело его человеческое телесные жизни это что страдание которое он испытывал на кресте и страсти которые господь испытал они реальные они физически ощутимы поэтому ге вдруг русский художник откликается на те композиции которые представлял крюневальд или гальбейн и разрабатывает новый язык разрабатывает новые композиции новую иконографию христа как человека вообще история экспрессионизма в россии она плохо еще изучена но обычно говорят что русская публика к экспрессионизму не была подготовлена мало что знали вообще всех интересовали только французы щукин и морозов никогда не покупали немецких экспрессионистов да и в общем-то в российских собраниях их не было толком никто ничего не видел поэтому в общем-то это для нас совершенно несущественно я хочу сказать что готовят выставку в третийковской галереи связано с одним художником будем попозже да и вообще занимаясь этой темы пришел к совершенно так обратным выводом потому что как раз таки про экспрессионизм уже в начале 20 века знали очень много и вот как качестве примера хочу показать вам книжку сейчас наверное она является раритетом но в генистических салонах и можно купить называется она новая живопись это переводная с немецкого книжка людвига келлина которая в общем-то была издана практически сразу как она вышла по-русски она была переведена изданов параллельно тому как она была издана в германии 913 году в москве книжка про новую живопись импрессионизм и романтика новой живописи и именно здесь впервые появляется слово экспрессионисты и футуристы о чем эта книга тут вторая фотография на моем слайде показывает некую экспозицию некую выставку и мы легко можем различить там например картины эдварда мунка и вот даже композицию девушки на мосту который сейчас находится собрание в пушкинском музее книжка о одной замечательной выставке выставка зонтер бунт в кельне 1912 года это выставка по сути первой в мире смотр современного искусства когда в кельне инициатива по инициативе одного художественного объединения вот этого художественного союза была произведена невероятная по масштабам выставка пригла в которой приняли участие художники со всего мира чтобы показать на одной площадке все художественные достижения на данный момент зафиксированы ну европе конечно не во всем мире а в европе художественной жизни европы смотр на одной площадке там были и русские художники и вот про эту выставку выходит отдельная книжка по-русски чтобы люди знали что происходит в мире и там как раз очень доходчиво и очень интересно рассказывается о немецких всех художниках о группе мост о группе всеневсадник и о том что вообще кажется художный язык меняется это уже в тринадцатом году мы с вами упомянули владимира маркова вальдемара матвейса вот я показывал фото портрет и например его живописные работы это автор книжки искусство негров и искусство острова пасхи кто он такой учился в академии художеств петербурге он стал одним из ведущих одним из лидеров художественного объединения первое русского художественного объединения авангардистов союз молодежи он стал своего рода таким импрессарио или дипломатом объединения потому что по просьбе по протекции мецената объединения жавержиева матвейс отправляется в европу и начинает искать единомышленников по искусству по всей европе и он посещает выставку зондербонда он ведет переговоры о выставке итальянских футуристов в петербурге в петрограде и в общем-то через него происходит связь и обмен знаниями о том что происходит на западе в россии и наоборот он транслирует на запад то что происходит в россии что происходит россии вот союз молодежи как раз третье тетрадь журнала первого журнала по современному искусству в россии союз молодежи и вот группа четырех художников пяти художников из объединения этого малевич школьник крученных матюшин и филонов как раз перед премьерой футуристической оперы победа на солнце в тринадцатом году потому что она была сделана эта премьера знаменитую опера была сделана как раз под эгидой союза молодежи именно то впервые появляется черный квадрат ну вот примеры работ союзник союзников это павел филонов пир корабля пир королей и филонов уже более позднее композиции 20-х и 30-х годов аналитический метод органическое построение живописи ни на что не похожи своеобразные самобытный стиль филонова безусловно вписывается тоже в контекст экспрессионизма при этом не заимствуя ничего у немцев или у французов то есть это вот прямо автохтонный стиль скорее по этим животным по композиции начала 20-х годов можно сказать что филонов смотрел в сторону русской игрушки может быть дымковской игрушки или какой-то другой но чем занимались еще русские художники они провоцировали обыватели пощечину общественному вкусу знаменитый манифест десятых годов вот такие вот карикатуры на наших диких художников представленных в образе безумца ну потому что действительно дикие михаил орионов наталья гончарова раскрашивают лица эпатирует своим внешним видом прохожих обыватели более того не стесняются выставляют это на показ а печатают об этом программные манифесты тексты и говорят о том что русское искусство должно найти свой путь и что западное искусство уже ничего нам дать не может мы должны смотреть свою сторону и мы должны обновить искусство мировое через импульс тот который находится у нас мы обратимся к своим корням мы обратимся к исследованию народного творчества обратимся еще каким-то своим духовным практикам и только из россии придет то самое обновление искусства то что постулировал ларионов гончарова но их знаменитая выставка ослиный хвост на секундочку отвлечемся почему ослиный хвост почему так называется выставка чем так называется объединение одно из порождений художественных мистификаций скажем орионов и гончаровой иду их единомышленников а выставка и объединение были названы по названию скандального акции парижской богемы выставивших на салоне картину автора под именем юахим рафаэль брунари которая на самом деле оказалась картина написанная хвостом осла и после того как критика восхищалась картины была опубликована фотография в прессе о том как собственно гениальный автор осел своим хвостом мажет тот самый восход солнца над эдриатикой который так впечатлил критиков ну вот примеры работ ларионовой гончаровой это гончарова это каменные бабы те самые изваяния языческие которые стоят в степях на украине лучизм ларионова его эксперименты с без с абстракции с не фигуративной живописью знаменитая работа из цикла времена года из третяковской галереи зима и мы видим здесь вот этот котик сидящий по дереву это конечно же цитата из лубочного кота или из пряника русского сама весна она она персифицирована виде вот это вот практически какой-то языческой богини каменной бабы это не венера это непрекрасная кайт античная богиня это наша русская мать сыра земля и тексты мировое древо все на этой картине есть уже такой практически комикс знания русском искусстве распространяются на запад и один из подвижников нового движения эрвальд пальден своей берлинской галереи штурм начинает выставлять ультра современных немецких художников но издает журнал штурм дэр штурм то есть штурм по-русски а где собственно пишет о новом по художественном интернационале об интернационале экспрессионизма и за экспрессионистов он в том числе к ним причисляет и русских художников вот на обложке одного из выпусков работы марка шагала но кроме шагала это явленский и кандинский и веревкина и в том числе бурлюки и все все о ком ком доходит сведения на западе экспрессионизм в советах то есть после октябрьской революции что произошло революция в семнадцатом году но на самом деле идет гражданская война и она закончится только в двадцать втором году то есть еще несколько лет ожесточенных боевых действий несколько лет в общем-то очень тяжелого экономического и политического положения в стране правоубийственная война гражданская война но в девятьсот восемнадцатом году организована секция изобразительного искусства наркомата просвещения и эта секция выпускает призыв к немецким художникам именно к немецким вернее воззвание прогрессивных русских художников к немецким коллегам прошуру везет с собой бывший военнопленный людвиг бэр тоже художник которого отпускают он едет в германию везет с собой вот это воззвание передает его в разные левые издания и в те издания которые принимают воззвание печатается по-немецки и немецкие художники откликаются на призыв призыв к объединению усилий к созданию нового художественного интернационала преобладает левая идея о том что искусство требует реформы искусство должно быть стать активным инструментом по преобразованию жизни политической борьбы и вот как раз я показываю вам страницу где это название напечатано и плакат выпущен художником максом пикштейном бывшим участником группы мост али кинсла это иллюстрации к распространению листовки брошюры с воззванием нужно сказать что это имело грандиозный успех много немецких художников него откликнулась после чего воззвание было приведено и распространено других странах во франции в англии в японии в китае то есть советы готовились к некому кабинетика взяли себя роль консолидации объединения всех левых художественных сил вокруг некого интернационала но причем здесь экспрессионизм дело в том что нужно было сделать ставку на новый художественный метод с одной стороны художники авангарда предлагали свои услуги и мы знаем и малевич и маяковский и ротченко и все левовцы они как бы являются официальными художниками нового коммунистического строя но печатается и литература и довольно обширная литература как раз о экспрессионизме на русском языке вот я как раз показываю вам обложки книг 23 года мы кроме этих книг было очень много статей специализированных журналах где в общем-то речь идет об экспрессионизме как о возможном стиле как раз возможным художественного мировоззрения на которую можно сделать ставку в качестве художественного стиля совет молодая советская республика что из этого вышло ну сейчас мы перенесемся сразу в 24 год рубеж 24 25 годов немножко напомню вам события предшествующие одной выставке двадцать четвертом году умирает владимир ильич ленин это конечно колоссальный шок для молодой советской республики если еще учесть что до 22 года идет гражданская война и по сути активное правление ленина приходится в условиях гражданской войны потому что двадцать третьем году после покушения ленин уже практически не в состоянии управлять страной и в общем-то 24 год год его смерти когда заканчивается некая эпоха начинается совсем другая эпоха я показываю вам примеры ну вот агитации или информатирование информационных бюллетеней которые были созданы как раз после кончины ленина в том числе знаменитый коллаж художника ротченко в двадцать четвертом году впервые советский союз представляет молодое советское искусство на международной биеннале в венеции то есть бывший российский павильон 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 российской империи официально признается павильоном советского союза и таким образом советский союз имеет право претендовать на участие в бинале и этим правом воспользовались и привезли смотр как раз вот всего советского советского искусства всего того что было создано период с 1917 года до 24 и мы видим на фронтальной стене центральная большая живописная композиция гигантская даже сказал ревком луначарский композиция альтмана картина считается утрачены мы понятно почему по каким причинам двадцать четвертом году молодежи объединение молодых художников организует первую дискуссионную выставку дискуссия именно о том что будет новым советским искусством на каком языке должно говорить про летарское искусство разные художники представляют свои версии в двадцать четвертом году впервые возникает термин формализм и впервые начинаются дебаты о формализме это касается литературы или даже литературоведческого метода на странице журнала печати революция мы видим по оглавлению много полемических дискуссионных статей в защиту и против формализма но речь идет именно пока о литературоведческом методе в двадцать четвертом году после смерти ленина организуется 5 конгресс коминтерна в москве он проходит москве на которые съезжаются сотни делегатов со всего мира клара цеткин и зиновьев является почетным являются председателями этого коминтерна вот например один из делегатов коминтерна был хо ши мин и мы видим рисунок выполнены немецким художником шведского происхождения во время коминт во время заседания в двадцать пятом году заявляет о себе общество станковистов студентов в хутемаса выпускников хутемаса которые говорят о возврате к станковой картине к живописи и предлагают своих предлагают свои услуги для обслуживания политических задач новой страны но но новых инициатив вот примеры как раз творчество остовцев но мы все можем узнать композиции из пименова инвалиды войны и те самые инвалиды первой мировой войны или например картину дейнеки из собрания третьяковской галереи перед спуском шахту но ключевым событием для нас двадцать четвертом году остается первая всеобщая германская выставка которая была показана в москве в саратове и в ленинграде что это за выставка и как она была организована ну первая всеобщая германская выставка была организована при посредничестве межраб пома по-немецки интернационале аббетсхельфы то есть международная рабочая помощь это объединение политических художников немецких коммунистов которые собирали деньги на разные нужды продавали свои картины организовывали художественные акции выставки для сбора средств и здесь например замечательная картина франция заверта про голод германии который наступил после гиперинфляции такая плакативная работа чтобы собирать средства художники издавали циклы литографии в которых как раз критиковали существующий строй знаменитые художественные акции за отмену стандартов 8 часового рабочего дня потому что в условиях гиперинфляции правительство постановило отмену 8 часового рабочего дня и расширение неограниченное вас рабочего дня то есть то что заборолись профсоюзы что четко декларированы в 8 часовой рабочий день не должен быть превышен это распоряжение было отменено и художники выступили с политической акции в поддержку рабочих поддержку профсоюзов им удалось переломить ситуацию в итоге 8 часовой рабочий день был сохранен против голода также баллы боролись художественными средствами то есть выпускали папки литографии которым на которые можно было подписаться собрать деньги и большая часть вырученных средств шла на конкретную помощь тем кто в ней нуждался отдельно была папка с литографиями разных художников был и от и дикс и георг гроз и вот она гель и к этой кольвиц генрих цили то есть литографии тоже можно было их покупать подписываться средства распределялись среди вдов погибших солдат среди тем кто был улишен возможности работы после войны вследствие увечья то есть это распределялась среди тех кто нуждался средствах вот примеры еще открыток которые сдавались обществом художники бесплатно представляли свои литографии для того чтобы тиражный масс они уходили в массовый тираж и каждые там 50 фенингов от купленной открытки уходили в общую казну для дальнейшего распределения среди нуждающихся вот разные примеры как раз этих открыток нужно сказать что поскольку главной страной социализма была на тот момент советская республика то межропом также активно работал и советском союзе была секция кино но была секция также издательская и вот современные немецкие книги переводились на русский язык и распространялись в россии то есть можно было купить переводы книг например георга гросса иллюстрированных книг и все это шло опять же в общую казну межропома или распространялась дальше вот примеры книг которые сдавали 20-е годы то есть мы видим что любой советский гражданин в общем-то был хорошо осведомлен о том что происходит в германии и какие выразительные средства используют немецкие художники своей политической борьбе то есть в данном случае именно экспрессионизм что еще организовал межропом международная рабочая помощь в двадцать втором году то есть сразу после окончания гражданской войны германия одной из первых веймерская республика одной из первых признает юридически советский союз советскую республику налаживаются дипломатические отношения и в качестве примера вот этих налаживание дипломатических отношений организуется первая художественная русская выставка в берлине это обложка каталога выставки выполнены по эскизу и лисицкого вот оргкомитет выставки в берлине выставка также посвященном виде экспонировалась в амстердаме и планировалось отвести ее еще в венец но этим планом к сожалению не удалось реализоваться мы видим штеренберга сидящего как раз на экспозиции картин русских художников берлине выставка экспонировала все достижения советского искусства момент огромное количество экспонентов и не только футуристов супрематистов и конструктивистов сейчас вода вашем экране как раз пример работ ротченко татлина или наума габо но там также был я отдельно одел у навис то есть супрематистов был татли но при этом было очень-очень много фигуративной классической живописи даже в принципе живописи передвижников то есть перед немецкой публикой впервые предстали произведения русских художников по сути это стало первое вы с большой репрезентации русского искусства за рубежом после дягилевских сезонов в двадцать четвертом году голод по волжье и и инициативная группа художественная межропома организует выставку в берлине арендуя помещение магазина на александр плац магазина вестхайм выставку продажу для помощи голодающих по волжье и из именно из этой инициативы мы сейчас видим как раз плакат и вид экспозиции рождается идея провести такую же выставку только может быть еще более масштабную в самом советском союзе в двадцать четвертом году и как раз организаторов межропома вдохновляет пример выставки в берлине русской они говорят что немецкая выставка в советах это как бы логический логичный ответ тому что было показано берлин то есть мы показывали им русское искусство давайте мы покажем теперь русским немецкое искусство это формуляр 3 как бы участие подтверждающие участие художницы ханных их в этой выставке это письмо который рассылался оргкомитетом по разным арк художественным организациям в данном случае это примеры писем как раз от 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 анагеля в пау хаос от ласла могу линади и ответ о том что бау хаос и ученики студенты бау хаоса готовы принять участие в этой инициативе всего в этой выставке принял участие очень много разных художественных объединений но в том числе самые радикальные из них это ноябрьская группа и красная группа ну в том числе и бау хаос показываю вам обложку каталога выставки первой всеобщей германской художественной выставки москва-ленинград сначала планировалось только два места экспонирования и как раз автор эскизы этой обложки василий ермилов и мы сейчас быстро пролистаем с вами сам каталог который был напечатан к выставке напечатал в ппхах с огромным количеством ошибок очень трудно по нему ориентироваться на том что действительно было представлено в советском союзе вот такие произведения и график и живопись графика и живопись скульптура основном на революционную тематику или просто пейзажи и вот как раз фотографии из исторического музея где выставка на тот момент располагалась в москве выставка открылась в москве в двадцать четвертом году отто нагель и эрик и йохансон как раз председатель оргкомитета приехали в качестве импресарио эту выставку представлять советском союзе участвовали в развесках и делились своими впечатлениями о том что стояла две гигантские очередь очередь стояла во временном деревянный мавзолей на красной площади другая очередь стояла на выставку выставка была первой художественной выставкой привезенные за границы после гигантского перерыва то есть последний раз возможность увидеть что-то привезенное из-за рубежа было до начала первой мировой войны то есть прошло практически больше десяти лет никто не знал как там развивается искусство на западе это действительно первая выставка приехавшая из-за границы интерес был велик в выставку в москве посетил около 40 тысяч человек что было невероятным цифры на тот момент но нужно сказать что принимались также экспериментальные методы посещения выставки то есть были выставки посещение выставки были организованы на производстве инициативные группы собирали экскурсии приводили служащих учащихся военнослужащих и специальные экскурсоводы подготовленные водили по экспозиции рассказывали про немецкое искусство и про борьбу немецких художников ну вот еще один слайд того как это экспонировалось москве дальше неожиданный поворот в на волге организуется новая советская республика автономная республика нет немцев по волчьи и в качестве такого идеологического жеста луначарский предлагает отправить туда выставку германскую то есть сделать изменения в маршруте и вместо ленинграда сначала отправить выставку в саратов в радищевский музей и от нагель как раз отправляется саратов перед нами нагель сидящие на экспозиции саратове встреча нового года в саратове его полотно выполненное там в саратове готовится новый каталог и афиши и в саратове нагель по-другому в общем-то строит экспозицию четыре отдела политическое искусство отдельно экспрессионизм отдельно абстрактный экспрессионизм и отдельно конструктивистские опыты то есть вот это четыре разделы выставки уникальный совершенно кадр и вот единственный кроме каталога почему можем судить что было представлено тогда в россии это фотографии выполнены братьями леонтьевыми три снимка существует развески произведений вот в радищевском музее на на трех этажах вот есть три снимка благодаря которым мы можем судить собственно что увидели советские зрители тогда двадцать четвертом двадцать пятом году благодаря этому снимку я смог сделать реконструкцию собрать несколько картин которые я смог идентифицировать и узнать что еще сохранилось что еще не сказал что уже не сохранилось из произведений ну начнем пожалуй с верхнего ряда вот черно-белое изображение обнаженные старухи смотрящиеся в зеркало это вот дикс провокативная картина которая вызвала в германии чудовищный скандал на дикса подали в суд за распространение порнографии как раз и картина была запрещена к экспонированию а сам дикс был возможность был возможности экспонировать выставляется вообще в германии именно эту картину направляет советский союз ну нужно сказать что позже когда национал-социалисты пришли к власти картина была уничтожена то есть она не сохранилась до наших дней поэтому здесь черно-белое изображение но другая картина которой мы остановимся это эта фигура в черном в нижнем регистре какое абстрактное изображение это оскар шлемер один из профессоров баухауса потому что баухаус принял участие выставки и вот шлемер отправил туда как раз свою картину это пастор в характерной манере оскара шлемера этаж абстрактного экспрессионизма примеры работ художников не политических это эксперименты с формой живописной формы скульптурной формы ну вот мне удалось идентифицировать работу рудольфа биллинга замечательного немецкого скульптора-экспрессиониста деревянная глава и третий этаж конструктивизм эксперименты с формой это как раз раздел посвященный баухаусу и мы здесь легко узнаем верхнем регистре эскиз небоскреба вальтера гропиуса то есть кропиус отправляет свои архитектурные проекты на выставки советский союз на выставки советский союз и вот я здесь привожу еще письмо вальтера гропиусу ответ оргкомитет его согласие принять участие выставки в советском союзе дальше выставка переезжает в ленинград в ленинграде к сожалению никаких фотографий сделано не было известно только то что выставка располагалась музей академии художеств и не пользовалась популярностью и посетила три тысячи человек и в общем-то она вызвала крайне негативную реакцию ленинградского художественного сообщества и сейчас я предлагаю вашему вниманию пример небольшой реконструкции тех произведений которые мне удалось идентифицировать по каталогу по каким-то сводным исследованиям по сведениям из журналов того времени что собственно видели советские посетители выставки какие картины были представлены на их суд я сейчас не буду называть имена и название иначе мы совсем запутаемся мне кажется визуальный ряд картинка как раз важнее то есть мы это совсем разные стилистические направления но преобладают безусловно политические сюжеты голодные семьи безработные эти картины кстати были приобретены с выставкой сейчас они находятся в эрмитаже эти две сюжета о первом мировой войне призывы к восстанию раз человечная дегуманизация ну и здесь я привожу в качестве примера цитату из книги отзывов советских зрителей на эту выставку сплошное безобразие безумие ничего общего с настоящим искусством германии нет и жизненной правды ибо культурные борщицы революционной германии это не те уроды и дегенераты которые изображены на картинах и выставках это из саратовской газеты действительно что в саратове что в ленинграде советская публика крайне негативно отнеслась к этим произведениям ну у нас сейчас не так много времени чтобы зачитывать все все комментарии но в общем речь шла о том что советских зрителей крайне шокировала критическая подоплека произведений обилие сюжетов связанных с проституцией с изуродованными телами инвалидов с нищетой потому что в них в этом негативе советский зритель зритель победивший революции не видел призыва к будущему к развитию то есть это было отрицание существующего строя но не было никакого скажем так выхода из ситуации это тупиковое как бы развитие давайте еще посмотрим произведения от а дикс по страницам советской прессы потому что выставка широко освещалась в разных советских журналах и газетах именно по ним можно составить представление что же там было показано такие работы портреты политических лидеров карла липнихта ленина вот такие абстрактные ну на этом ряд виртуальной выставки закрываем и я хочу только сказать о том что это была первая зарубежная выставка в советском союзе в россии после революции то есть впервые то что увидели запада пришло тогда из германии это было политическое искусство но сразу же после этого была плеяда других выставок и нужно сказать что между двадцать четвертом и тридцать седьмым годом в разных городах советского союза было показано больше 150 выставок современного западного или скажем зарубежного искусства потому что было искусство из бразилии из мексики из японии из турции стран восточной европы из сша и я показываю как раз примеры каталогов совершенно разных выставок и выставка революционного искусства запада 26 года и анти империалистическая выставка и как раз американские художники объединения джон рид клуба и вывод который можно сделать очень простой международное политическое искусство к двадцатым годом двадцатым годах обладает ярко выраженным художественным языком и это язык экспрессионизма таким образом в москве консилидируется новый образ политического искусства интернационального международного москва становится столицей меккой для всего политического искусства в мире для левого искусства и метод который выбираете художники несмотря на страну будь то япония будь то турции будь то сша или сама россия это экспрессионизм это все в двадцатые годы ну в качестве доказательства привожу только два примера литературу того времени раздавали в советском союзе 29 год искусство эпохи зрелого капитализма на западе замечательная монография о развитии европейского искусства в начале двадцатого века и в своем роде тоже потрясающий документ эпохи книжка экспрессионизм зевельчинской который рассказывает о политическом искусстве о тенденциях экспрессионистического искусства заканчивается всем тем что и у нас в советском союзе вырабатывается свой экспрессионистический язык который мы можем наблюдать на примерах группы ост то есть дейнека пименов и так далее издается огромное количество литературы по зарубежному искусству но в том числе монография по георгу гроссу художник который наверно был самый популярным зарубежным художником совет в россии в начале двадцатых годов он двадцать втором году приезжал с визитом советы встречался с троцким с лениным встречался с татлиным потому что для всех дадаистов в германии татлин был знаковой фигуры он должен был увидеть воочию творца башни третьего интернационала ходят слухи что гросс вез с собой выставку в портфеле графики портфель был украден или утерян таким образом выставка не состоялась поэтому может быть если вы поищете у себя на чердаке где-нибудь или у кого-нибудь может быть вы где-то найдете папку георга гросса и мы наконец организуем ту выставку которую пришлось отложить практически на сто лет ну вот я просто показываю качестве примера влияние графики гросса на произведение советских художников рисунок кросса живопись денисовского то есть мы видим что художник практически копирует или цитирует немецкого автора здесь то то же самое цветная акварель гросс черно-белая графика лебедева другой популярнейший художник того времени бельгийц франц мазерель политический художник около пяти или шести выставок в советском союзе было проведено в 30-е 20-е годы по разным городам очень много публикаций я показываю вам один из каталогов выставки как раз 30-го года франц мазерель сам два раза приезжал советский союз и вот я показываю пример живописи мазерели красная площадь и в качестве картины и в качестве графики мазереля ну и давайте сделаем тоже такую небольшую выставку небольшой просмотр художественных аналогий я специально не делал подписи пускай это останется загадкой а кто знает тот знает с одной стороны пример немецкого экспрессионизма с другой пример русской живописи советской живописи двадцатых тридцатых годов ну не только коммунистационные повторения но и и сюжеты стилистика в общем говорят о том что это один художественный стиль это международный художественный стиль который в общем-то аккумулируется как раз в москве в москву может быть он пришел через германию но тем не менее это язык на котором говорит прогрессивная общественность того времени политическое искусство искусство экспрессионизма пролетарское искусство небольшая персонали поскольку наш цикл в общем-то посвящен столетию как баухаус так и футемаса поговорим немножко о футемасе и сконцентрируемся на одном герое борис голополосов не очень известный художник в третьяковской галереи два года назад как раз мы организовывали его первую большую выставку ученик шевченко давайте пройдемся по его биографии ну автопортрет голополосова здесь я представляю пример двух разных акварелей одна из них это детский или юношеский рисунок голополосова опять же я не знаю какая у вас правы и слева но та которая более красочная где есть розовый цвет это голополосов слева черленис собственно это истоки стиля тоже черленис замечательный художник композитор который экспериментировал с цветом и с музыкой очень сильно повлиял своих современников мы видим что это влияние как сказывается на голополосове опять же в детская акварель с метущиеся фигуры такая скорее символическая голополосов ровесник веку он родился в 1900 году в архангельске потом семья переехала ярославль а потом уже они переехали в москву когда ему было 10 лет и отец его был любителем искусства и водил его по выставкам и в 12 лет когда попался был 12 лет отец сводил его на две выставки которые шли параллельно друг другу эта выставка ослиных хвост организована ларионом гончаровым единомышленника и выставка отколовшихся от лариона гончарова бубнового валета две принципиальные выставки русского авангарда на одной из них на ослином хвосте максимально радикализируется манифест авангардизма и того что такое авангард собственно провокативное название не менее провокативное название ставшая художественной объединении бубновый валет впервые призывает выставить со вместе русских французских и немецких художников по сути выставка бубнового уолета первая выставка не из диет готове не художественного объединения новой лет двенадцатого года была той выставка, где наряду с русскими и французскими художниками, с Матиссом, с Мане были показаны работы Пикштейна, Кри Кирхнера и других экспрессионистов из Дрездена и Мюнхена, в том числе работы Пикассо. То есть в 12 лет Голополосов имел возможность увидеть произведение немецких экспрессионистов вживую. Он пишет об этих выставках и о ярких впечатлениях, которые остались. Сильные впечатления на него также произвели работы Александра Шевченко. Именно к нему он поступает потом во Вхуд и Масс на живописные факультеты. Я показываю вам фотографию как раз из мастерской Шевченко, где учился Голополосов, и там Голополосов начинает разрабатывать свой метод. Опять же, принцип аналогии немецкая и живопись произведения Голополосова примерно одного и того же периода, распятие Голополосова и распятие Биркли. Мы понимаем, что и то и другое произведение восходит композиции изенгеймского алтаря Грюневальда, то есть это интернационально значимое произведение. Графика Кало и графика Голополосова. Здесь неизвестный немецкий художник. Это автопортрет в лодке, некое существо в красной мантии с картинами и сумрачное, страшное произведение Голополосова, которое называется «Одиночество» или «Убийца». Некий автопортрет. Что это за монстр, что это за облик? Если мы сейчас попытаемся привести аналогии в мировом искусстве, то, безусловно, это тот самый монстр, который выскочил из произведения Мунка Крик. Это наш внутренний страх, от которого мы должны избавиться. Мы видим, что художники по-разному решают эту проблему, но тем не менее страшный гомункул, страшный демон этого ужаса, этого вселенского катастрофы, которая у нас присутствует, тем не менее узнаваем, различим в произведениях художников разных стран и даже эпох. Для студентов Хутемаса было практически работой посещения первого и второго Государственного музея нового западного искусства, то есть преобразованных собраний Щукина и Морозова. Голополосов пишет и рассказывает, рассказывал в своих воспоминаниях, что каждую субботу они туда ходили, и Матисс, и Ван Гог, и Гоген. Это были их кумирами. И вот знаменитый танец из Щукинского собрания. Рядом композиция Голополосова-Утопленник. Еще один пример немецкого экспрессионизма и Голополосова. Ван Гог Голополосова-Утопленник. Руссо и сбор чая, половодья и композиции Эмиля Нольда. Ну, в общем-то, мне кажется, здесь не нужен комментарий, визуальный ряд говорит сам за себя, это один стиль, это один художественный выразительный язык, в том числе и политического искусства. Пройдемся по выставке Голополосова, графика. Как раз выпускники Футемаса в 25-24 году организуют объединением молодых художников. Шевченко становится лидером объединения цех живописцев. Цели точно такие же, как у Остовцев, возвращение к станковому произведению искусства, к живописи. А вот примеры как раз цеха живописцев и председателем общества является Голополосов. Здесь другие художники. Вот это как раз произведение Голополосова, выполненное в рамках цеха. Ленин, вождь пролетариата, новая икона политического искусства, Ленин, ведущий за собой массы, мавзолей Ленина, еще деревянный, временный мавзолей на Красной площади, графика, поиски нового сюжета, знаменосец, который потом переходит в знаковую и ключевую политическую картину «Борьба за знамя», композиция написанная по реальным событиям 1917 года в Москве на Тверском бульваре, когда Голополосов выбежал на улицу 17-летним подростком и наблюдал за вооруженным столкновением на улице, на баррикадах и оставил об этом очень яркие воспоминания. Ну, к сожалению, нам сейчас надо закругляться, поэтому я оставлю какие-то слайды без комментария. Знал ли Голополосов западное искусство или нет, мне кажется, уже не нужно отвечать на этот вопрос. А выставлялся ли Голополосов или русские художники вместе с зарубежными художниками? И ответ — да, выставлялся как раз ГМОНЗИ, то есть Государственный музей нового западного искусства, делал экспериментальные форматы, приурочивая выставки к разным годовщинам, юбилеям. Вот одна из них — выставка к пятилетию профинтерна, где выставлялись произведения зарубежных художников современных из коллекции ГМОНЗИ и советских современных художников на политические темы. Вот так экспозиция выглядела в ГМОНЗИ, а так она выглядела в клубе Каучук, в подшефном клубе, куда перевезли экспозицию, и уникальный опыт раздачи анкет рабочим, то есть на производстве, которые посещали клуб, с вопросом, что им больше всего нравится. И 40% респондентов выбрали именно Голополосова как художника, который отвечает пролетарским задачам и предчаяниям рабочих об освещении политического искусства. Голополосова отправляет в рабочие командировки по стране. В 1937 году он пишет политическую композицию на тему французской революции, Марат. Но в 1937 году политическая ситуация в стране изменилась, и Голополосова обвиняет в формализме, о том, что он не отвечает чаяниям пролетариата, что рабочий класс его не понимает, что он чушит рабочему классу, его исключают из Мосха, что приравнено к невозможности продолжать свою художественную карьеру, нельзя выставляться, нельзя приобрести краски, нельзя считать себя художником-профессионалом. В 37 лет Голополосов остается без работы, без призвания. Это страница дневника в 1937 году, когда он узнает о решении о том, что его исключили из Мосха. Мы публиковали их в каталоге, это страшный документ эпохи, о том, как человека не физически, но морально уничтожают. И именно в этот момент он пишет самые загадочные произведения, в которых выражает ту самую боль, то страдание, тот ужас, который он осознает от своей полной никчемности, неукоренленности в этом мире, потому что в 37 лет узнать, что ты не художник, и что все же свою жизнь ты потратил зря, и ты не можешь ничего изменить, это, безусловно, тупик, это символическая композиция, и человек стукается головой о стену, человек в лабиринте, изуродованное какое-то существо, этот гомункул, попавший в лабиринт, которому невозможно жить, это тот внутренний страх человека в условиях 37-го года. Ну, 37-й год, он сыграл свою роль и в Германии, потому что именно в 37-м году знаменитая акция «Дегенеративное искусство», организованная культур-идеологами национал-социализма, это программный текст «Очищение храма искусства против всяких пролетарских, большевистских и сионистских заговоров». Вот так выглядела экспозиция выставки «Дегенеративное искусство». Мы узнаем композиции русских художников, в том числе Кандинского или Лисицкого, представленных на выставке дегенеративного искусства, то есть искусства антинародного, антиобщественного, в том числе композиции немецких экспрессионистов, потому что все немецкие экспрессионисты были признаны национально-социалистами, художниками-дегенератами. Ну и 37-й год, как я уже сказал, в Советском Союзе параллельный процесс, борьба против формализма в живописи, формализм в живописи книжка Осипа Бескина и реструктуризация экспозиции, как в русском музее, в данном случае, когда все искусство авангарда, все прогрессивное, в том числе политическое искусство 20-х, 30-х годов признано экспрессионизмом. Сначала его экспонируют как пример формалистического, то есть антинародного искусства, в том числе черный квадрат или композиции Малевича и Родченко, и Кандинского. Ну а потом, собственно, это искусство уходит в запасники и на протяжении десятилетий остается там. Такова судьба экспрессионизма России и в Германии. Теперь я готов ответить на ваши вопросы. Вопрос про Гончарову. Где можно почитать что-то про Гончарова? Ну, достаточно просто взять каталог про художницу Гончарова, выставки, которая была в Третьяковской галерее, очень полные исследования, всех отсылаю к нему. Здравствуйте! Хотя бы несколько слов о Гитлере-художнике. Но поскольку Гитлер и Адольф Шеккрубер никак не вписываются в разговоры о экспрессионизме, могу только сказать, что это был художник-любитель, делал акварели, собственно, зарабатывал на это деньги, видов, назвать его настоящим художником вряд ли можно. И я думаю, этот вопрос вообще стоит опустить. Благовещение подвергнутой астрогену нарушение. О каком благовещении, к сожалению, не знаю, идет речь. Ломка стереотипов и классических канонов. Кто был первым? На этот вопрос можно ответить очень многими примерами. Но, как я сказал, существенный перелом мировоззрения произошел, конечно же, после Французской революции. Тот мир, в котором мы живем, наследниками того мира, в котором мы являемся, это мир после 1800 года, после Французской революции. Именно тогда складывается, в общем-то, более-менее представление о нашем современном мире. Пост-импрессионизм, гоген, премьер-притечный экспрессионизм. Об этом я говорил. Кто вообще первым стал ломать каноны классической итальянской живописи? Матвы треугольной композиции от Рафаэля. Кто вообще стал первым ломать каноны классической итальянской живописи? Я отвечу очень коротко. Это маньеристы или просто титаны возрождения, потому что каждый гениальный художник не вписывается ни в какой канон. Я говорил не о стиле экспрессионизма, я говорил о феномене экспрессионизма, объединяющем совершенно разных художников, говорящих на разном языке. Иногда их стилистически можно объединить, иногда мы видим, что они никак между собой не корреспондируют, но тем не менее являются продуктами одной эпохи, дышали одним воздухом, читали одни и те же книжки. Но самый смысл всего происходящего заключается в том, что индивидуальная переработка и прошлого, и настоящего, твоя экспрессия, твое высказывание, выданное публике, ждущая диалога, это и есть современное искусство. Все, спасибо всем за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok